здравствуйте уважаемые дамы и господа хочу вам сегодня задать такой вопрос очень простой вопрос хотели бы вы получить какое-нибудь предсказание от медиума кто такой медиум это человек который просто живет как обычный человек но когда он засыпает он имеет связь ну так скажем с верхним сознанием который может отвечать на вопросы ну я надеюсь вы знаете кто такие медиумы я не знаю особо но меня привлекла внимание такая история сейчас историю расскажу а потом расскажу почему я вдруг решила с этого начать меня привлекла такая история я когда имею какое-то свободное время постоянно в поиске потому что моя картина мира постоянно хочет быть достроены пазлик за пазликом пазлик за пазлик на тут я нахожу медиума который жил в двадцатом веке его зовут эдгар кейси он умер 1945 году и что он давал предсказания о исторических каких-то моментов которые были в прошлом которые будут в будущем и имел очень большой успех свое время и его называли спящий пророк то есть это обычный человек который про просто учитель по моему младших классов двое детишек но как только он засыпал он начинал отвечать на вопросы если эти вопросы перед ним конечно поставить чем же он меня привлек он меня привлек тем что он сделал 6000 в районе 6000 считываний по здоровью тем людям которые отчаялись просто отчаялись вот эти у меня и привлек слава богу сразу это заметили и у него была стенографистка но из тех кому он сильно помог из тех людей которым он сильно помог и это стекло стенографистка всю жизнь записывала за ним этим считывание и нам по наследству досталось 6000 считываний таких а я была очень заинтересована когда это поняла что мне честно говоря я понимаю физиологию анатомию по этой физиологию настолько насколько я понимаю но интересно что же высшее сознание может нам через медиума передать мне было чрезвычайно интересно я думала может быть я найдусь эти стенограммы тут поясняется продолжаю историю эдгара кейси что он много лет работал самостоятельно и просто пациентов которые к нему приходили за помощью он говорил что делать через эту эту свою возможность способность и отправлял к различным докторам но в конечном итоге сконцентрировался на одном докторе этого доктора зовут гарант рейди что он стал делать во первых он хорошо раздружился с кейси потому что его тоже заинтересовал такой способ получения информации а и стал принимать пациентов а на тот момент рейли обладал имел так называемым ферму здоровья а это все было в соединенных штатах америки и ферма здоровья это типа нашего санатория куда съезжались и со всей америки люди на тот момент это была очень уже успешная практика и люди были достаточно богатыми и высокопоставленными и там принимали физиопроцедуры массаж и водолечение вот на этом собственно рейли и строил свои лечебные практики и когда к нему стал приходить поток еще и от кейси от медиума то а ясное дело он выполнял те инструкции которые были написаны в чип считываниях и там эти люди получали просто невероятные головокружительные результаты просто действительно исцеление так они проработали вместе 15 лет после чего кейси медиум умирает а кстати говоря кейси не сам не следовал рекомендациях рекомендации своих медиумных и курил всю жизнь а вот и говорю что у него просто слабая воля то есть просто обычный человек но через него вот приходила так вот этот доктор который рейли он после смерти кейси продолжал заниматься этим же самым но систематизировал все эти считывание понял какая там основная основной момент и на самом деле продолжал целить людей с очень большим успехом он занимался это этим еще 30 лет после смерти медиума и до своей смерти которая наступила ну достаточно приличном возрасте помогли в районе 70 лет на тот момент он пытался дважды отойти отдел своей фермы здоровья но у него не получалось потому что высокопоставленные пациенты просто не давали ему уйти с рабочего места это были от экс-президентов до знаменитых футболистов волейболистов звезд экрана и ясное дело политиков почему я так много об этом говорю потому что я сейчас готова вам озвучить одну фразу одно слово которое легло это слово легло в основу всех вот этих 15 плюс 30 лет практики это то что понял доктор рейли то что он систематизировал все знания полученные от медиума и это слово английское название хир забота или уход забота расшифровываю циркулей шанси а стимилий шин но циркулей шин циркуляция да сейчас расскажу ассимилий шин это а усвоение полное усвоение пищевых веществ релакс это способность расслабляться и элиминаешь слушайте такое впечатление что мы с вами тоже пользуемся медиумом и мы это все знаем мы это с вами все делаем давайте-ка старости нет у вас просто низкая физическая нагрузка ваши капилляры в нефункционирующем состоянии как я говорю всегда если ваш капилляр в нефункционирующем состоянии он не пропускает кислород он пропускает не все питательные вещества если он не пропускает кислород значит клетки в состоянии гипоксии гипоксия запускает все возрастные процессы и все процессы болезненные в организме так то есть мы понимаем что нам нужна ежедневная физическая нагрузка в удовольствие что такое assimilation но слушайте вы уже смеялись наверное ну тут смейся не смейся но это правда мы с вами изначально у меня есть такая фраза старости нет а вы просто не до перевариваете пищу мало есть нужно пищу дотла до переваривать и у нас с вами есть пять веселых принципов по какашка помните чтоб они чтобы они не воняли чтобы не было утиного стула поел побежал в туалет чтобы не было бурчане в животе чтобы какашки не прилипали к керамике унитаза и что там еще подскажите да и они еще должны всплывать до здорово как какашка всплывает а не тонет то есть наша задача довести процесс ассимиляции то есть до переваривания пищи до твердой пятерки иначе эта пища приводит к самоотравлению дальше релакс релакс а это то что люди умеют хуже всего но я я себе говорю на самом деле есть такое понятие смены труда и отдыха это еще из советских времен пошло и очень многие люди сейчас этим пренебрегают очень многие люди находятся состоянии постоянного стресса и надо искать для себя источники этого релакса для кого-то это йога для кого-то у меня для меня это бег для меня физическая нагрузка и релакс это где-то одного поля года для меня это еще жизнь на море получается что но действительно это то что меня расслабляет и приводит состояние какого-то внутреннего равновесия для кого-то это раз в неделю пойти не массажем чтобы их потеряли да потерли я тоже не понимаю просто обычного массажа но даже просто если на вас положат руки с участием с участием положит руки это уже здорово это приводит к тому что центральная нервная система расслабляется моя позиция сейчас на тему релакс я очень люблю саматику ханна я вижу что это двигательная таблетка буквально от старости поэтому если есть саматика ханны вашем городе найдите этих людей ходите на групповых занятий просто это позволит вашему телу понимать что я нахожу я часть чего-то большого светлого и доброго сознания ну и наконец elimination это то о чем я бесконечно говорю мы входим в чистой одежде мы имеем чистые руки у нас за ушами даже чисто и между а пальцами все у нас чистое только мы не иногда не обращаем внимание на частоту внутри внутренних свет поэтому кишечник должен какать печень должна качественно работать почки должны выводить токсины и так далее то есть этим органам иллюминации или этим органам выведения нужно регулярно помогать с этим замечательно справляется detox программ кстати говоря очень скоро я запущу detox программу приходите в воскресенье в это воскресенье на реалити-шоу и увидите представление detox программы надеюсь я успею у меня все будет для того чтобы поучаствовать вместе с нами с большой такой компашкой а в этой detox программе потому что в человеке должно быть все прекрасно в том числе не должно быть никаких вода и жирорастворимых токсинов которые сокращают жизнь вот ки а уход забота забота поэтому я говорю старости нет просто некоторые люди ведут себя как злые боги которые хочу отрежу хочу поменяю хочу укольчиков на делу пусть фиброз развивается а мне то что зато сейчас будет моментальный результат а вообще если что-нибудь заболит я просто побольше какой-нибудь химиотерапии и каких-нибудь лекарственных препаратов с моментальным эффектом да мы живем в век развитой медицины классно у нас прям очень хорошая хорошо развита стоматология хирургия так далее но самое главное самое главное даже медиум об этом говорит слушайте ребята самое главное это быть добрым богом создавать благоприятные условия в своем организме чтобы все клетки были счастливы и каждый день молились боже какой у нас хозяин как хорошо что мы родились именно в этом организме вот а потому что клетки возраста не имеет еще раз хочу вас вдохновить клетки возраста не имеет они не знают сколько вам лет только в ваших руках ваш биологический возраст поэтому я действительно поборница снижение биологического возраста подписывайтесь на этот канал обязательно потому что каждый четверг выходит видео старости нет а это что-то что мы можем изменить и каждое воскресенье конечно же я вас приглашаю на реалити-шоу это реально реалити-шоу будет длиться ну целый год а вот и мы каждый раз разбираем новую тему ближайшая тема реалити-шоу эта тема про углеводы почему сахар действительно белая смерть какой самый главный повреждающий механизм этой самой глюкозы надеюсь было полезно ставьте плюсики вот эти штуки или эти штуки не будьте равнодушными до новых встреч и